Май В списке окажется то, что вы так долго ждали Ну или просто что-нибудь интересное С вами почти даром И нам не терпится начать Таааак Кто там у нас первенький А пусть будет в Гуакемале Помните такое? Игра перебралась с третьей плойки Евиты на новую консоль В июле прошлого года И это не просто порт В Гуакемале Super Turbo Champions Edition содержит все предыдущие DLC И много нового контента Например, две новых зоны Вулкан и канал Босс, а точнее боссы, смертельное трио Поддержка нескольких сохранений И масса других плюшек Ах да, и о самой игре Если кто забыл, это все еще экшен-платформер в духе Метроид Мания И все это в волшебном мире мексиканского фольклора Выполненном в оригинальном визуальном оформлении А еще кооператив, костюмы, влияющие на геймплей И два мира, живых и мертвых Так что, владельцы PlayStation 4, забирайте себе в копилочку Так, что там нам еще перепало? А вы же знаете о новой политике Sony в отношении инди-студий и других молодых разработчиков? Вот и White Paper Games решили выпустить свой дебютный проект на новую консоль Эзерван вышла в марте прошлого года, но нельзя сказать, что игра наделала шуму Зато теперь у нее появился еще один шанс, и все зависит только от вас Посвятить игре время или нет? Если вам по душе адвенчура от первого лица, и вы любите пазлы, или нет, даже не так Если слово наратив в описании проекта вызывает вас интерес, то ответ очевиден И да, это не история с картинками, где только и надо жать одну кнопку Тут и погулять придется, и подумать над головоломками Именно так решили подать свою историю ребята из Манчестера Так что просто слушать не получится Рассказывать историю вы будете сами вместе с игрой А значит и заскучать не придется Так-так-так, не сбивая в ритм, на очереди еще много индюшатины Если о прошлой игре вы могли не знать, то об этой хоть краем уха наслышали The Unfinished One это отличный пример работы Sony с независимыми студиями Силами Гиан Спэру и с помощью издателя игра сначала появилась на PlayStation 3, а потом на Вите и Четверке Ну а теперь она доступна по подписке всем желающим И это, поверьте, отличная новость По крайней мере для тех, кто еще не знаком с мальчиком Монро и контрастным миром, по которому он путешествует Да и те, кто побывал в этом чудесном королевстве, наверняка захочет ненадолго вернуться То ли дело в медитативном геймплее, то ли картинка привлекает глаз, а может и то и другое А еще добротный левел-дизайн и просто изумительная оркестровая музыка в сумме оставляют от себя такой эффект В общем, мы вас предупредили, игру нахвалили, а дальше решайте сами Доступно на всех игровых платформах от Sony Возобновляемая энергия Ветер, приливы и, конечно же, солнце Звучит довольно миролюбиво, не правда ли? Только если вы не пилот самолета, который питается энергией солнца А значит, гонка со временем просто неизбежна Создатели Ray the Sun явно вдохновились аркадами прошлых лет Это видно во всем Но не подумайте, игра не копирует визуальный стиль Она бережно и грамотно его использует А некая схематичность даже идет на пользу игре И не отвлекает от беженых скоростей А ведь только скорость, реакция и бонусы на карте Могут помочь поставить новый рекорд Иначе зачем вообще играть? Выдалась свободная минутка Вперед навстречу закату Пару динамичных полетов И можно все, снова к делу Такими порциями игрушка еще долго не надоест И вам будет чем заняться на перерыве Так, народ, вопрос на засыпку Что получится, если долго ходить по музеям? Ну, для начала вы просто устанете Особенно если задастся целью И посетить музей правдоведения, истории, этнографии и так далее А потом к вам может прийти вдохновение Так же как оно пришло к команде из Хон и Слак Еще одном новичке в геймдеве И сели они делать игру, в которой чувствуешь себя как в музее В плане, что можно все потрогать и на все посмотреть И никто тебя не заставляет убивать врагов и прыгать по уступам Просто бродишь внутри причудливого пространства и наслаждаешься Именно такой игрой, ну или не совсем, является Хахакум Зато удовольствие от взаимодействия с местными жителями и окружением получаешь сполна А находя новое применение предмета или открывая возможность взаимодействия Радуешься просто как ребенок Никому никуда не нужно бежать и ни о чем беспокоиться Так что расслабьтесь, гуляйте по миру и главное не уроните Виту или контроллер в ванную А то мало ли где вы надумали провести свой день релакса А у нас тут остался еще один проект на десерт и к нему-то мы и приступим На этот раз это эксклюзив для владельцев PlayStation Vita А значит и разрабатывался он с учетом возможностей этой мобильной консоли И снова дебютный проект от молодой студии На этот раз итальянской, с мелодичным названием Ovasanico А вот сама игра называется Murasaki Baby И появилась она на свет так же не без поддержки Sony Получается, что студийных боссов она чем-то заинтересовала Попробуем разобраться В игре нам предстоит житься роль маленькой, но жутковатой девочки Потерявшей свою маму, ей одиноко, а мир вокруг наполнен страхами и опасностями Но нам ведь все это ни почем Крепко сжимая в руках яркий шарик придется помочь малышке вернуться домой А самим пережить безумие, которое творится на экране Успевая только фигачить по тачпаду пальцем Кстати об управлении, многие называют его главным минусом игры И тут трудно поспорить Ну пусть персонаж не всегда досконально следует жестам игрока Но ставить крест на Murasaki Baby не стоит Все-таки есть что-то притягательное в этом психоделическом мире кошмаров Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Даже в рубрике почти даром, которая к слову подошла к концу Такой вот набор игр нам уготовлен в мае И пусть ассортимент жанров невелик, зато вкусняшки тоже влезли Так что не зевайте, расхватывайте пока горячее Ну а мы пока что-нибудь еще для вас придумаем И чтобы нам веселее работалось, не забудьте оценить видео И написать в комментариях, какую из игр вы поставили первую на скачку Мы ведь вас любим, читаем комментарии и ждем в гости в следующий раз Хороших праздников и интересных игр Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok